Здравствуйте! Сегодня в нашем пресс-центре начальник государственной жилищной инспекции Омской области Александр Бурых. Поговорим о том, как в Омске стартовал отопительный сезон, с какими неудобствами столкнулись амичи и какие нарушения до сих пор не устранили управляющие организации. Александр Владимирович, здравствуйте! Добрый день! После старта отопительного сезона, о чем уже можно говорить? О каких нарушениях? Были ли какие-то проверки управляющих компаний? Ну, начнем с того, что старт подготовки к отопительному сезону – это всегда окончание отопительного сезона. То есть именно в этот момент те, кто следят за общим состоянием сетей и всех взаимоотношений, связанных с гидравликой, с системой, со всей, да, это, как правило, теплосеть, они выдают предписание управляющим компаниям ТСЖ, что необходимо сделать, чтобы войти в следующий отопительный сезон. То есть происходит консервация системы, дальше ее пусконаладочные, там всевозможные ремонтные, аварийные и так далее работы. И в итоге это завершается гидравлическими испытаниями, получением паспорта готовности к дому к отопительному сезону. И, собственно, начало отопительного сезона, когда происходит, дом заходит и подключается, и получает это тепло. В этом году, 22 сентября, в городе Омске подписано распоряжение мэром города о начале отопительного сезона. Соответственно, в течение этого времени, вот сегодня у нас неделя прошла, да, компании и ТСЖ должны подключаться к теплу. Но наряд на подключение только в том случае, если все сделано, если все выполнено. Что произошло в этом году, то есть каков итог? А мы запросили официальную информацию всех, кто поставляет ресурсы и всех, кто следит за этой системой, и получили такую картину, что в этом году 64 дома вообще не предъявлялись управляющими компаниями. То есть они даже не показали ни в каком состоянии подвалы, ни каким образом там гидравлические испытания проводились, не проводились. То есть есть дома, в которых и испытания не проводились, и опрессовка не проводилась, и промывка систем не проводилась. И вот это вопиющее безобразие мы сейчас устраняем каким образом. Сегодня мы проверки проводим только по согласованию с прокуратурой, то есть в период коронавируса у нас несколько сложнее сама процедура. Тем не менее, прокуратура идет навстречу, она понимает, что Сибирь, зима, и есть необходимость в том, чтобы наладить, это пока еще мягкий климат, да, то есть еще нету таких жестких минусовых температур. Поэтому сейчас мы в отношении ряда управляющих компаний проводим проверки, по итогам этих проверок выдаем предписание с жестким требованием устранить все замечания, потому что фактически, особенно там, где не предъявлялись, я могу назвать, допустим, у нас есть компания «Артклиник Домстрой», которая только в центральном округе 26 домов не предъявила для того, чтобы теплосеть их посмотрела. И 22 дома этот же директор, она просто директор еще ОК Омская ЖКХ, еще 22 дома не предъявила. То есть такое впечатление, что люди даже не знают о том, что надо предъявлять. А поскольку данные истории, я говорю, вот об опрессовке и проведении гидравлических испытаний, эти вопросы относятся к грубым нарушениям лицензионных требований. Если мы сейчас зафиксируем и административно накажем, то у нас будет основание для исключения домов управляющей компанией из лицензии. То есть, таким образом, компания, которая не понимает, что ее ответственность настолько высока, что она рискует часть своего бизнеса потерять. Ну, пускай тогда до них доходит через административную практику. А какие последствия могут быть? Пострадают жители от этого? То есть, они окажутся бесхозными, без управления, получается? Ну, во-первых, сейчас, если мы говорим про управление, у нас раньше был один механизм. Это постановление 75-е, по которому администрация города обязана была проводить конкурс, но на конкурс могли не заявиться управляющие компании. В конце 2018 года появился еще один документ, постановление правительства 1616, проще его называть 1616, по которому управляющие компании не ждут, когда она придет на конкурс, заявится и выиграет, а назначают управляющую компанию. Эта процедура несколько проще, но у нее тоже есть свои особенности. И поэтому в этом году фактически все дома получили свои управляющие компании, но осталось, может быть, там совсем немного их. Но появилась одна особенность, одна проблема. Это то, что, получив дома в управлении, а значит, полноценное право выставлять квитанции, то есть легально, не мошеннические никакие действия, управляющая компания должна со своей стороны обеспечить работу аварийной диспетчерской службы, повседневную, каждодневную работу по содержанию обслуживания многоквартирного дома и, соответственно, не просто деньги собирать, а выполнять эти работы. И мы как раз за этим и следим. И если мы устанавливаем, что это есть нарушение, то это штраф управляющей компанией. Если нарушения грубые, два таких грубых нарушения в течение года, это исключение компании, вернее, исключение из ее лицензии тех домов, по которым были нарушения. Ну вот эти 64 дома, да, они уже подключены к отоплению или нет? Вот как раз пока, конечно, поскольку они не прошли процедур необходимых, они к отоплению не подключены. Почему сейчас и идет такой резонанс общественный, когда вообще объявляют, что начался отопительный сезон, проходит неделя, а телефон разрывается, потому что люди-то думают, что мы оперативная служба, которая это налаживает. Оперативная служба, ну, в первую очередь, это, во-первых, за вами выбор управляющей компании, уважаемые собственники, соответственно, вы должны выбрать ту, которая надлежащим образом будет обслуживать. Когда люди сами неактивные, потом им кто-то назначает, естественно, что это не самый лучший выбор, и дальше происходят какие-то сбои, люди пытаются найти защиту. В данном случае вот у нас есть полномочия только на определенные действия, которые мы и совершаем. Мне кажется, правильнее и грамотнее было бы выбирать самим управляющую компанию, договариваться с ней о каких-то определенных отношениях и включать это все в договор управления. Много ли в Омске вот таких недобросовестных управляющих компаний или нет? Ну, в этом году появилась еще одна проблема. Эта проблема связана с так называемой настройкой дроссельных заслонок или устанавливаем так расчетное сопло, которое устанавливается на дом. Вот, ну, если образно говорить, есть некий оркестр, да, и в котором каждый инструмент выполняет свою роль. Так вот, оркестр настраивается дирижером. В данном случае та компания, которая подает тепло, должна сказать, кому и в каком виде иметь инженерные сети, в том числе и сопла вот эти расчетные. И понятно, что только опыт показывает, что где нужно поправить, потому что система каждый год изменяется, что-то в ней происходит. Там отремонтировали участок трубы, магистральный, большой, задвижки поменяли, где-то внутри дома прошел капитальный ремонт, соответственно, тоже поменяли, да. И каждый раз происходят вот такие вещи, которые связаны с тем, что в целом система меняется, а гидравлика единая. То есть она же, давление подается от ТЭЦ, да, и дальше оно обеспечивается вот всем комплексом инженерных сооружений, в том числе и многоквартирным домом. То есть он должен принимать расчетное количество тепла, которого ему достаточно для того, чтобы обеспечивать нормативную температуру в квартирах. Если это происходит правильно, настройка, то тогда все остаются довольны. Нет перегрева домов, но и недотоп, конечно, не допускается. Вот если недотоп устанавливается, то, как правило, сопла увеличивают их диаметр, растачиваются они и получают больше. Но если все правильно настроено, тогда все будут довольны. Ну вот есть другое мнение у председателя ТСЖ, например, вот эти нормативы по установке расчетных сопел, в систему отопления. А некоторые из них не понимают, зачем их менять, если система в доме отопления работала, например, десятилетиями, без перебоев, и им предлагают заменить теперь эти... Ну, я частично уже объяснил. Во-первых, требования теплосети, они связаны с тем, что инженерные сети каждый раз в какой-то части обновляются. И, во-вторых, ну, председатель товарищества все-таки не является инженером-теплотехником, который делает расчет, да, а надо опираться на мнение специалистов. А вот, ну, бытовое мнение по поводу того, что этого достаточно... Ну, давайте приведем пример. Допустим, мы увидели, что на месте СИП-завода строится большой микрорайон. И на момент запуска, вот на Красном пути, да, появилась проблема с тем, что, ну, вот, соседям и тем домам, которые раньше получали тепло, им не хватает этого тепла. Пошли жалобы, пошли сбои. Сейчас, допустим, Волховстроя-23, дачная, вторая дачная-10, тропя-1, вторая дачная-12, у них проблемы с давлением. То есть, построены новые дома в застройке прежней, там же инженерная сеть не менялась, только какие-то лучи, ветки появились. Что-то изменится и у соседей, не только в домах новостройки, но и у тех, кто рядом живет. Потому что, если раньше только ваш дом шло, а теперь еще и к соседям подается, все равно какие-то происходят вещи. Мы не должны видеть ситуацию только внутри своего дома. Поэтому нужно опираться все-таки на мнение специалистов. А что делать, если специалисты не вовремя, например, предоставили расчеты, там, какие-то указания и так далее? Как правило, до начала отопительного сезона все происходит. Тут есть еще один нюанс, и он, наверное, связан больше с платежами, потому что, если мы говорим про ТСЖ, там все зависит от конструкции договора. Платят ли люди напрямую или они платят в ТСЖ, а в ТСЖ единой платежкой оплачивают отопление. Вот, когда они платят единой платежкой, есть опасность, что из-за неплатежей отдельных граждан весь дом не подключен к теплу. Потому что, в данном случае, договор на поставку тепла в дом между двумя юридическими лицами. А когда прямые платежи, там проще. Если я как собственник плачу напрямую, и у меня публичный договор, то мне обязаны подавать ресурсы. В этом случае председатель товарищества не может просто закрыть задвижку или рискует тем, что он получит административку, если он нарушает мои права. То есть, я должен получить тепло в полном объеме, независимо от того, как себя ведут мои соседи, заплатили они или нет. Но это все право выбора людей, потому что способ управления они выбирают сами. К сожалению, квалифицированных, компетентных председателей не так много. Они есть, безусловно, и у них порядок хороший, и они все правильно делают. Но есть категория товарищей, с которых работают, ну, я не скажу, что дилетанты. Вероятно, они энтузиасты, но им просто не хватает знаний и компетенции. Поэтому в этом случае надо идти учиться, получать какие-то дополнительные компетенции для того, чтобы правильно все делать на своем доме. Но вот споры управляющих организаций и ресурсоснабжающих организаций, они ведь не должны касаться обычных жильцов. Что делать, если вот в дома все-таки не подали вовремя тепло, да, обычным жителям куда обращаться, что делать, какие нормативы вообще должны быть в квартире? Ну, норматив-то у нас всегда был один и тот же, то есть 18-20 градусов в помещениях, в жилых помещениях и в угловых комнатах 20-22. Но если этого нормативного количества температуры нет, то есть, конечно, вы обращаетесь в государственную жилищную инспекцию, и мы проводим проверку. Надо только понимать, что не меряется горячая батарея или нет, не меряется теплоноситель, да, какой он. Изначально меряется температура в помещении. Если в самом помещении температура обеспечена, то есть вот ее параметры есть, то никто не будет говорить, давайте еще горячее сделаем батарею. Если недостаточно, то тогда выясняется, чья вина, то есть либо на границе поставки в дом нет необходимых параметров, либо в самом доме неправильно настроена сама система. То есть не отрегулировал правильно слесарь. Вот сейчас появились жалобы, появились обращения, когда люди, допустим, в часть помещений получили услугу, там, в одну-две комнаты, а две комнаты не запущены, да. И понятно, что это в первую очередь регулировка, это в первую очередь настройка, это тот, кто обслуживает дом, то есть непосредственно слесарь должен правильно отрегулировать всю систему. Но я, кстати, хотел еще сказать по поводу вот СЖ и расчетных СОПЛ. Там, где стоят автоматические узлы управления многоквартирным домом, они регулируют и получают необходимые параметры, поскольку там автомат. Как бы самостоятельно решаю вопрос вот дроссельных заслонок и вот этих СОПЛ, да, потому что они получают ровно столько, сколько необходимо дому, исходя из его технических характеристик. То есть, поскольку такие приборы устанавливаются тоже инженерам-теплотехникам, естественно, что они обеспечиваются и обслуживаются специальной организацией. Они как раз всем этим требованиям и соответствуют. А что делать, если проблемы с теплом возникают не по вине коммунальщиков, да, там, системы отопления, а, например, там, из окон поддувают или там щели какие-нибудь или еще что-то? Что в этом случае делать? В этих случаях у нас есть две проблемы. Первая, ну, во-первых, это ответственность собственная, безусловно, то есть все, что находится в нашем помещении, не относится к общему имуществу, за исключением инженерных сетей. Вот если мы о стояках говорим, да, а окно, оконная рама, это уже наша собственность. Поэтому, с одной стороны, раньше вентиляция обеспечивалась через неплотные притворы оконных и дверных проемов, то есть вот за счет этого была, естественно, приточная вентиляция. Сейчас очень многие люди поставили пластиковые окна. У них происходит запаривание, образуется конденсат, у кого-то начинают чернеть углы. Значит, первая рекомендация это ставить на проветривание, но такие окна лучше держат тепло, то есть их не надо там конопатить, заклеивать и так далее. Поэтому, если стоят пластиковые окна, они обеспечивают вот плотность достаточно. Если старые оконные рамы, то, конечно, их надо утеплять. Это забота самих жителей. Здесь уже на управляющей компании ТСЖ не будет работать. Есть проблема, правда, с межпанельными швами, они тоже влияют на характеристики, есть тепло в доме или нет, потому что, если они изношены и есть утечка, то их нужно заменять. Но сейчас уже еще можно, наверное, просто те участки, которые уже известны как упускающее тепло. А вообще, в зимний период времени, когда температуры низкие, лучше, если ниже минус 20 градусов, можно, ну, как говорят, стрельнуть тепловизором, да, есть такой прибор, который покажет, есть утечка тепла или нет. Потому что я не рекомендую менять старые швы, если там тепло не уходит. Просто потому что мой сосед заменил, не идите. Потому что те материалы, которые раньше были, если они изначально были поставлены качественно, они, как правило, тепло не утрачивают, то есть там все нормально. Если уж заменили, то тогда надо следить за тем, чтобы все правильно было. Технология соблюдена, вовремя замазана и так далее. Но это тоже тема, которая требует внимательного отношения и собственников, и вовремя обращаться в управляющие компании. Если люди решили заменить, например, там батареи, радиаторы и так далее, когда это лучше всего делать? Ну, любая работа, связанная с системой отопления, конечно, лучше делать в летний период. Почему? Потому что, во-первых, нам нужно будет сбросить один стояк для того, чтобы обеспечить замену. Ну, все зависит от того, есть запирающее устройство на самой батарее или нет. Если они есть, то можно перекрыть, там должны быть краны перемычки и перемычка, которая пропускает тепло при закрытых кранах, минуя батарею. Вот если это все есть, то тогда батарею можно заменить любое время. Но лучше все-таки гидравлику, инженерную систему, потому что она может быть потом завоздушена, воздух надо стравливать. Не всегда она будет завоздушена в вашей квартире, вы потом поставите, а воздух уйдет выше, потому что он имеет свойство подниматься. И в этом случае придется опять пусконаладочной работы делать, ну, если не на доме, то на какой-то его части. Если вернуться к долгам населения за тепло, да, появилась информация о том, что ресурсоснабжающие организации хотят передать долги населения по ЖКХ коллекторам. А вообще закон или такие действия, и что может грозить должникам? Могут ли они, например, потерять квартиру из-за долгов больших или еще что-то? Ну, с последнего начнем. Потерять квартиру из-за долгов, наверное, вряд ли, если это единственное жилье, то там достаточно сложная сама процедура. А если у человека несколько жилых помещений, то такая возможность вероятна, если у него значительные долги будут. Что касается передачи третьим лицам долгов по жилищно-коммунальным услугам. Это запрещено с прошлого года. Они могут привлечь коллекторов для того, чтобы они им помогли, то есть в их интересе действовали и так далее. Но просто передать третьим лицам, чтобы они там кошмарили людей, это сегодня уже законом запрещено. В отношении жилищно-коммунальных услуг, еще раз отмечу. Спасибо вам большое за интервью. А я напомню, это было интервью с Александром Бурых. В студии была Дарья Тименцева. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин